Сахар это яд. Вы наверняка слышали такое выражение, и то, что сахар виноват в эпидемии ожирения, и росте показателей смертельных заболеваний. Но действительно ли во всем виноват сахар? Досмотрите видео до конца, и вы, возможно, сильно удивитесь тому, что же происходит на самом деле. Если вы впервые на канале, меня зовут Лад, я тренер антрецолог, который помог сотням людей прийти в форму, и так погнали. Если поковыряться в интернетах, то можно найти ту его кучу видео и статей о том, что сахар это смерть, от него вы становитесь толстыми, и стареете не по дням, а по часам, заболеваете диабетом, раком, и умираете в 30 лет. Все эти утверждения якобы основываются на каких-то доказательствах, но если копнуть глубже и начать разбираться, то в них нет ни капли здравого смысла. Усаживайтесь поудобнее, сейчас я вам расскажу суровую правду о сахаре, верны ли опасения о нем, а также можно ли его есть и в каких количествах. Первый страх связан с тем, что сахар якобы вызывает опасные скачки глюкозы и инсулина в крови. Это одна из самых любимых тем, особенно у сторонников инсулиновой теории ожирения, а также у тех, кто хочет похайповать на этом и заработать. Например, у продавцов различных новомодных устройств для постоянного измерения уровня сахара в крови, а также у всяких блогеров, которые рекламируют это. Сейчас по-быстрому объясню, почему этих скачков не стоит бояться. Когда мы потребляем любую пищу, содержащую углеводы, в том числе и сахар, у нас происходит подъем глюкозы в крови. В ответ на это наш организм вырабатывает инсулин, чтобы купировать этот подъем. Это совершенно нормальный физиологический процесс для того, чтобы поддерживать постоянство уровня сахара в крови. Инсулин, к слову, вырабатывается и на некоторые источники белка. Но любители покошмарить народ рассказывают, что любые скачки сахара в крови опасные, они вызывают диабет и другие болезни. И то, что мы должны бояться потреблять любые продукты, содержащие сахар, даже такие питательные и полезные, как фрукты. Безусловно, вы получите более резкий всплеск уровня глюкозы в крови, если вы съедите пищу с высоким гликемическим индексом, например, тот же сахар в чистом виде. Даже если и так, то это совершенно не смертельно. Да и кто вообще будет есть сахар сам по себе? А во-вторых, большинство продуктов, содержащих сахар, как минимум еще содержат в себе жиры, белки и даже клетчатку, которые помогают снизить тот самый общий гликемический индекс. Если кто-то не знает, что такое гликемический индекс, то по-простому это скорость расщепления углеводов в организме до состояния глюкозы. Многие боятся его высоких значений, но если вы не больны диабетом, то вам можно вообще не обращать на него внимания. Я упоминаю о нем немного с другой целью, позже поймете почему. Как я уже сказал минуту ранее, мы никогда не едим сахар ложками, а обычно сочетаем его с другими элементами. И даже если вы получите этот краткосрочный скачок уровня сахара в крови, и у вас всего к поджелудочной нет диабета, то единственным отрицательным эффектом будет снижение настроения и чувство усталости. Ну и еще вы быстро захотите есть. И у вас не вырастет внезапно жир на теле, или вы не получите какие-то воспалительные реакции, как многие утверждают. Не скачки инсулина влияют на ваше здоровье и вес, а именно инсулинорезистентность, которая появляется, когда вы жиреете за счет потребления избыточного количества калорий. И сахар тут совершенно ни при чем. Шоколад ни в чем не виноват, пацаны. А когда вы худеете, то резистентность к инсулину пропадает, и все становится хорошо. А для того, чтобы легко похудеть, и не только, я создал специальный продукт, который будет помогать вам и поддерживать на пути к вашей цели. Это такой бот-ассистент, с помощью которого вы измените свою фигуру и образ жизни всего за 3 месяца, без ограничений, усилий и диет. Такого вы точно нигде не встречали. Переходите по ссылке в описании, там вы найдете обзор моего продукта, посмотрите видео о нем, а также получите много бонусов совершенно бесплатно. Поторопитесь, пока действует специальное предложение. Также хочу предупредить, что места в боте ограничены. Второй страх вытекает из первого. Якобы сахар вызывает хронические заболевания. Можно отчасти согласиться, что избыток сахара связан совсем начиная от ожирения, диабета, рака, заболеваний печени, слабоумия и вплоть до ранней смертности. Казалось бы, я сам себе сейчас противоречу. Но если потребление сахара связано с какими-то проблемами, то это не означает, что он напрямую вызывает их. И здесь речь идет об избыточном употреблении. Можно заработать те же заболевания от избытка чего угодно. Псевдоученые в интернете любят называть сахар воспалительным, хотя вообще даже не понимают, что это означает. Воспаление это всего лишь реакция организма на попадающие в него вещества и на определенные действия. И обычное разовое воспаление не несет в себе ничего страшного. Это естественный процесс и довольно важный для организма. Например, после той же тренировки в зале вы находитесь тоже в своего рода воспалительном состоянии. Проблема же кроется в хроническом воспалении. Именно оно и вызывает разные заболевания. Исследования показывают отсутствие прямого влияния сахара на уровень воспаления для людей без избыточного веса. Если, например, взглянуть на профессиональных спортсменов, например, элитные бегуны потребляют по 100 граммов сахара каждый день на протяжении многих лет. А велосипедисты во время гонки Tour de France могут потреблять и более полкило сахара в день. Если бы сахар действительно был воспалительным и вызывал болезни сам по себе, то эти спортсмены умирали бы в молодом возрасте. В реальности же у спортсменов на выносливость самый низкий уровень воспаления, самый низкий риск заболевания диабетом, а также самая длинная ожидаемая продолжительность жизни по сравнению с другими группами населения. Поэтому сахар сам по себе не вызывает воспаления или хронических заболеваний. Здесь играет роль так называемый опосредующий фактор. Если, допустим, у нас на одной стороне будет сахар, а на другой болезнь, то между ними появляется посредник в виде избыточного веса, в частности внутренний или висцеральный жир, который находится вокруг внутренних органов. Сам по себе сахар не вызывает болезни, но если он способствует увеличению избыточного веса, то он может повысить этот риск. Если говорить именно о диабете второго типа, с которым чаще всего ассоциируют сахар, то здесь он тоже не является главным виновником. Во-первых, диабет практически на 50% является наследственным. Так что один человек может все время есть один сахар и не развить себе инсулинорезистентность и диабет, в то время как другой будет всю жизнь сидеть на высокобелковой кетодиете и заболеть. Но какая бы ни была генетика, здесь, как и в предыдущем примере, подключается посредник. Главное из которых ожирение, а именно висцеральное, и избыток жира в печени в сочетании с малоподвижным образом жизни. Если мы хронически потребляем быстрые углеводы и получаем избыток калорий, то нашей поджелудочной железе приходится очень усердно работать, чтобы качать этот самый инсулин для снижения уровня сахара в крови. При избытке калорий и углеводов вы получаете переполненные хранилища гликогена в организме и большие запасы жира в теле и в вашей печени. А поскольку печени уже некуда запасать глюкозу, а она все еще поступает, то ей приходится выкидывать излишки в кровоток, на что поджелудочная железа отвечает новыми выбросами инсулина. А поскольку количество жира в организме тоже становится выше нормы, жировые клетки производят метаболиты, которые снижают усвоение глюкозы, и соответственно инсулину еще труднее становится выполнять свою работу. В итоге, после долгой и упорной борьбы, ваше поджелудочное перестает вывозить, и так вы и зарабатываете диабет. И такое очень редко происходит без излишка калорий и увеличения жировых отложений. Но и низкая активность тоже играет свою роль. В исследовании, где количество калорий контролируется, и нет никаких изменений в составе тела и массе, нет никакой связи между потреблением сахара и риском диабета. Таким образом, потребление сахара не вызывает диабет. Если мы исключим генетику из уравнения, то излишек потребления калорий, неважно и сахара это или нет, в сочетании с малоподвижным образом жизни и увеличением уровня жира, в частности лицерального, приводит к увеличенным рискам развития диабета. А если вы спортсмен, который ест много сахара и интенсивно тренируется, то ваша чувствительность к инсулину, скорее всего, в норме. Третий страх также связан с предыдущими, а именно, что сахар вызывает ожирение. Ожирение, как и диабет, тоже можно отчасти отнести к наследственным заболеваниям, но это только отчасти и только предрасположенность к нему. Поэтому, если ваши родители были с лишним весом, то далеко не факт, что вы станете такими же. Вернемся к сахару. Есть данные, связывающие употребление сахара с набором веса, но здесь также очень много последующих факторов. Сахар и другие рафинированные углеводы быстро перевариваются и усваиваются, и это не дает вам долго находиться в состоянии сытости. Вскоре вы снова чувствуете голод, и это заставляет вас хотеть потребить большее количество калорий в течение дня. На это можно повлиять путем добавления источников белков, жиров и клетчатки, для того, чтобы замедлить усвоение и поддерживать чувство сытости. Ведь если взять, к примеру, такие источники сахара, например, фрукты или молочные продукты, то вы не испытываете такого эффекта после их употребления, как если бы вы взяли просто обычные какие-нибудь обработанные углеводы. Но если мы посмотрим на связь продуктов с набором веса, то здесь есть такие продукты, которые не содержат сахара, например, очищенные зерна, жареная пища, типа картофеля фри, или, например, обработанное мясо, а также малоподвижный образ жизни. Очень часто продукты, содержащие сахар, также имеют в себе еще и много жира и или соли. И эта смесь не только делает пищу более калорийной, но также она является довольно желанной для нашего мозга. Эти продукты мало того, что имеют высокое соотношение калорийности и низкой сытости, так они еще и нравятся нашему гормону удовольствия дофамину, и, соответственно, приводят к их употреблению сверх меры. В конечном счете, если мы посмотрим на то, что сказано ранее, сложно очень сказать, что сахар напрямую вызывает ожирение. Точнее сказать, высокое потребление сахара дает нам низкую сытость во время еды и более высокий уровень дофамина, что приводит к более высокому потреблению калорий, а это, в свою очередь, увеличивает риск ожирения, который впоследствии приводит уже к риску воспалений и заболеваний. Получается такой целый каскад действий. Сахар сам по себе не является чем-то смертельным. У него всего лишь низкая плотность питательных веществ и низкая насыщаемость. Тем не менее, он вкусный и приносит нам радость. Но это не означает, что он яд. Все есть яд и все лекарства. Важнее думать о том, сколько сахара вы едите, с чем вы его едите и как это влияет на ваш общий энергетический баланс и на ваш вес. Согласно рекомендациям, не более 10% потребляемых калорий должно приходиться на добавленный сахар. Для большинства людей это в районе одного кусочка торта или же одной-двух плиток шоколада. В это количество, само собой, не входят цельные источники сахаров, такие как фрукты и молочные продукты. Говоря о том, с чем же можно есть сахар, как я уже упоминал ранее, это белки, жиры и клетчатка. Это не только сделает десерт более сытным, но также приведет к снижению самой порции и к увеличению контроля уровня сахара в крови. И, наконец, о влиянии на ваш вес. Надо придерживаться общего потребления пищи, соответствующего потребностям вашего организма и вашему уровню физической активности. А также не забывать о том, что питаться нужно сбалансированно и не забывать тренироваться. Что касается зависимости от сахара, которая может так или иначе присутствовать у вас, можете посмотреть вот в этом ролике. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok